здравствуйте уважаемые любители рок-музыки сегодня хочу спеть вам песню о том как важно встретить в жизни надежного верного да еще и умного спутника особенно если ты собрался рвануть прямо к звездам причем все равно на чем рвануть на харли девицоне ямахи иж планете спорт или просто на своих двоих и хотя вам это прекрасно известно и без меня тем не менее из песни вы узнаете что не у всех получается добраться до цели многим мешают всякие обстоятельства или другие люди но когда честно посмотришь сам себе в глаза то понимаешь что если кто-то и мешал тебе в твоем движении вверх так это только ты сам и больше никто и еще сегодняшнего дня я ввиду за правилом в каждом блоге устраивать конкурсы я буду задавать слушателям всякие совсем не хитрые вопросы по теме блога и тому кто первый на такой вопрос ответит в комментариях буду отправлять приз от группы волощук с д ценность приза будет прямо пропорционально сложности вопроса сегодняшний вопрос будет такой кто авторы и кто исполнитель песни про тоску которая похожа на зеленого крокодила призом будет служить пластинка группы волощук с д мне бы стать сверх новой звездой с автографом одного небезызвестного вам автора всех песен этой пластинки а прежде чем спеть вам свою сегодняшнюю песню поделюсь впечатлениями от игры американской кавер-группы исполняющий хиты знаменитых криданс clear water revival на концерте которой я побывал 25 февраля в крокус сити холли а также вкратце расскажу о тех оригинальных кридансах которые оказали большое влияние на рок-музыку и которые прекратили свое существование еще в далеком 1972 году криданс clear water revival это и американская гордость и американская легенда одновременно легенда о простых американских парнях которые из самой гуще народа с автозаправок техстанций и моек машин которые ходили в простых джинсах клетчатых рубашках промасленных комбинезонах и ездили на своих старых мотоциклах но которым удалось создать прекрасную музыку без отрыва так сказать от производства после трудового рабочего дня и создать не просто хорошую музыку а оказать влияние на мировую рок музыку вообще и стать в один ряд с великими британскими beatles и rolling stones группу создали братья том и джон фагерти в 1967 году и которым затем присоединились клавишник стю кук который в дальнейшем стал бас-гитаристом а также барабанщик дуг клиффорд все они и до этого играли в различных группах но особой известности и популярности не добились поэтому это была очередная попытка этих простых рабочих парней стать знаменитыми и богатыми и которая на этот раз оказалась удачной и и которую затем подхватили поддержали американские средства массовой информации чтобы показать супер популярным на тот момент британским the beatles и the rolling stones что американцы тоже не лыком шиты поэтому совместными усилиями и музыкантов и музыкальной прессы был дан достойный музыкальный ответ бывший британской метрополии но если без шуток то группа действительно достойная и оказала влияние на тогдашнюю рок музыку так же как и их британские конкуренты группа играла кантри блюз и рок-н-ролл и хотя группа просуществовала всего пять лет за это время успела выпустить 7 студийных альбомов которые становились хитами и поднимались на вершины чартов как сша так и в великобритании три альбома green river willy and the poor boys и космос factory вошли в список 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала rolling stone песни криденсов перепевали многие популярные музыканты включая тину тёрнер и даже бонни м их песни звучат известнейших голливудских фильмах таких как апокалипсис сегодня форрест гамп крепкий орешек эван всемогущий реальные кабаны и десятках других в 1993 году криденс клеару water revival были введены в зал славы рок-н-ролла а после распада битлз они были официально объявлены самой коммерчески успешной группой мира с того времени было продано более 120 миллионов альбомов группы и их пластинки продолжают продаваться до сих пор не менее двух миллионов экземпляров в год из-за железного информационного занавеса в советском союзе да и в силу своего возраста с песнями криденс как и с музыкой битлз я познакомился уже после их распада в 1975 году когда мне было 13 лет но в отличие от битлз у которых 1 я услышал достаточно сложную и необычную come together красота которая до меня дошла только несколько лет спустя криденс и мне понравились сразу так как их музыка была проще и доступней для детского сознания хотя и не менее прекрасна такая же классика рок-музыки абсолютные каноны стиля только чуть попроще дело было летом в спортивном лагере в котором мы жили в палатках в школьном саду и который плавно перетекал в сад колхозный яблочный по утрам мы помогали колхозникам собирать яблоки днем тренировались и ходили купаться на речку а по вечерам наши молодые тренера воспитатели и воспитательницы организовывали танцы и конечно же они организовывали танцы не для того чтобы нас поразвлекать а чтобы пофлиртовать друг с другом на танцах звучала прекрасная советская классика самоцветы веселые ребята синяя птица голубые гитары поющие сердца и прочие песняры великолепные задушевные песни про партию комсомол и любовное страдание типа а мне опять приснился крокодил зеленый зеленый презеленый как моя тоска или как видение неумолимо каждый день ты проходишь мимо а я повторяю вновь и вновь не умирай любовь танцплощадка представляла собой вытоптанную лужайку между палатками музыку крутили на каком-то маленьком проигрывателе типа аккорда его включали на полную катушку если можно так назвать его поскрипывание и все с удовольствием ритмично танцевали а дамы еще и приглашали кавалеров на белые танцы это мероприятие было главным событием дня и проходила ежевечерние воспитательницы с тренерами в ходе танцевального марафона как-то незаметно растворялись и куда-то исчезали а мы резвились до позднего вечера и вот непонятно откуда там появилась маленькая пластинка так называемая сорока пятка миньон выпущенная звукозаписывающий фирмой мелодия с песнями вокально-инструментального ансамбля credence именно так было на ней написано и были на той пластинке 4 песни малина хамелеон видел ли ты дождь и этой ночью с появлением этой пластинке советские песни на танцах после исчезновения тренеров и воспитательниц заканчивались я никому не давал больше ничего крутить всем приходилось танцевать только под малину сегодня ночью и дождь хамелеон мне не так понравился поэтому я его пропускал доходило до драки но я не давал ставить больше ничего так потрясти мне тогда эти три вещи я мог слушать их бесконечно это уже потом я узнал что это был не советский вокально-инструментальный ансамбль как было написано на пластинке а американская рок-группа которая точно называлась credence clear water revival и все эти четыре песни были из альбома pendulem 1970 года выпуска песни которые мне понравились оригинале назывались molina have you ever seen the rain и hey tonight я до сих пор не пойму это детские впечатления такие сильные или это действительно три наиболее интересные их песни но из их творчества они мне нравятся больше всех а я без ложной скромности скажу в рок-музыке я разбираюсь очень хорошо у меня безошибочное чувство стиля нутром чую хитовость даже никому неизвестной вещи и даже когда я поставил molina своим детям тинейджером слушающим совсем другую музыку им понравилось тоже а понравилось им потому что талантливая музыка не стареет через стильно и талантливо сделанную песню музыканты передают свою энергию мысли и чувства сквозь годы и остаются в нашей памяти молодыми навсегда теперь вернусь к недавнему концерту кавер-группы честно говоря мне немного насторожил тот факт что они нигде открыто не говорят что они кавер-группа и их название практически совпадает с названием оригинала отличаясь только двумя последними буквами оригинал называется криденс клеару ватар ревайвл а они криденс клеару ватар ривай вед а это сразу же напоминает китайские подделки под фирму типа был адидас стал абибас для тех кто не понимает звучит одинаково но даже и те кто разбирается часто не замечают подвоха единственное что было честно написано в их рекламном проспекте под китайским названием так это performing all the classic сиси ай что в переводе означает исполнение классических песен криденс клеару ватар ревайвл но все равно даже зная что это кавер-группа я был уверен что музыка будет качественной так как в америке сильные музыкальные традиции и музыкальная конкуренция заставляющая играть и петь качественно иначе не выживешь тем более если ты гастролируешь по всему миру к тому же я однажды побывал на концерте кавер-группы bootleg beatles которые в ноль копировали песни великих ливерпульцев и внешне были полными копиями битлов даже бас-гитарист был левша поэтому я не сомневался что и здесь все будет по высшему классу и внешне и тем более по звуку современной то аппаратурой и компьютерной поддержкой но оказалось все совсем не так как на bootleg beatles на сцене было только два маленьких комбика для гитар и один усеятель чуть побольше с головой и кабинетом для бас-гитары и звука все для такого зала как крокус это было очень скромно я честно говоря так и не понял поддерживали ли их крокусовские звуковые порталы которые находятся вверху повторюсь для концертного звучания это было очень негромко поэтому мои ожидания навеянные воспоминаниями о bootleg beatles не оправдались оказалось что мы попали на концерт американской художественной самодеятельности играющий на уровне школьного или в лучшем случае институтского ансамбля и 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 Но при этом имеющий наглость раскатывать по всему миру, а скорее всего по странам третьего мира, где не отличают ревайвал от ревайвед. Во многих песнях вокалист пел рядом с нотами. А в многоголосных партиях вроде бы сильно не лажали, но тембры голосов не гармонировали друг с другом и уж тем более не были похожи на звучание криденсов. Это особенно отчетливо было слышно в песне «Hey Tonight». В общем, вроде бы пели песни «Криденс», но нужно было иметь хорошую фантазию, чтобы догадаться, что они копируют своих великих соотечественников. «Криденс Кляру Уотер Ревайвл» это напоминало очень отдаленно. Но публике понравилось. Зал хоть и был полупустой, и звук был простенький и тихий, но зрители кричали «Браво» и бурно аплодировали. А я слушал всю эту школьную самодеятельность и думал, когда же нашу страну в музыкальном плане перестанут воспринимать как страну третьего мира? Когда же мы уже дадим миру группы уровня международных Трансатлантик, или американских Тул, или шведских Мешуга, или хотя бы украинских Джинджер? Ведь у нас такие великие музыкальные традиции, прекрасные консерватории. Не знаю, кто ответит мне на этот вопрос. Думаю, что только мы сами. Поэтому перехожу к обещанной в начале блога собственной песне. Она продолжает мою новую серию песен-картинок из жизни. Которых я задумал сочинить целый альбом. Если раньше я сочинял песни «Рассуждение», философствовал, насколько мне позволяет мое мировоззрение и образование, то теперь пробую делать песни-зарисовки с натуры. И мне, честно говоря, это нравится. Надеюсь, понравится и вам. Песня называется «Она была грациозна». И исполнена она, как и все песни группы Волощука-СД, в традиционном классическом рок-стиле. А так как я вырос на этой музыке, она у меня в крови, то надеюсь, что эта песня напомнит вам и о таких классиках рока, как «Криденс» или «Руботер Ревайвл». На этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы знать разницу между кавер-группами и оригиналами. До свидания, друзья!